Вопрос, какого хрена здесь происходит, будет с вами на протяжении всего аниме. Но в этом и веселье. Всем привет, это Кей-Кей. Прежде чем начать это видео, давайте помянем автора манги Нависано Молчание. Конечно, не минуты и молчания, это было бы очень странно и неловко в видео. Первая её работа, с которой я познакомилась, была Ясакамото. Смешной и абсурдный слайз. Миги и Дали были тоже смешными и абсурдными, но только в этот раз это был триллер. Да, такое бывает. Пожилая пара усыновляет мальчика Хитори 13 лет. Он прекрасный и светлый ребёнок. Вот только на самом деле это два близнеца, которые когда-то жили в этом городе. Но после смерти матери, они попали в приют. И братья пытаются расследовать убийство своей матери. В этом тайтле есть и комедия, и саспенс. В манге моменты, когда Миги и Дали меняются местами, казались мне забавными. А то, что им приходится подозревать всех жителей городка, напряжённым. Аниме же сделали более триллерным. В частности, это достигается с помощью фоновой музыки. И в некоторых моментах она прямо перегибает палку. Мы и так постоянно переживаем о том, чтобы братьев не раскрыли. А тут ещё эта музыка. В первой серии, когда нам только представляют, что Хитори это два брата, вообще какой-то трек из ужасов. Но комедия всё же тоже осталась. Из-за того, что главные герои росли в приюте, они не понимают некоторых вещей обычной жизни. А так как они всех подозревают, то доводят свои размышления до абсурда. Например, думая, что приветственная вечеринка – это чуть ли не какое-то жертвоприношение. В городке или, вернее сказать, в деревне Орегоны живут весьма состоятельные люди. Но по воспоминаниям близнецов, сами они жили явно небогато, и постоянно были заперты с матерью в комнате с очень запоминающимися обоями. Да и странно то, что никто не расследовал их пропажу после смерти матери. В приюте братья общались только друг с другом. Но когда услышали, что приехала пара из Орегона, они решили действовать, чтобы очаровать этих людей и вернуться в город. У всех местных здесь свои странности. Пожилая пара Сонояма, которая усыновила близнецов, напомню, как одного мальчика Хитори. Очень милые люди. Своих детей они не завели, поэтому усыновленному ребенку решили подарить всю свою любовь и заботу. У них есть секреты и странности, поэтому Миги и Дали их вначале подозревают. Но секреты этой семьи очень невинны, поэтому братья решают исследовать дома других жителей. А для этого в эти дома нужно как-то попасть, поэтому близнецы решают подружиться с местными детьми. Сюнпея Кияма – тихий парень, который любит птиц, из-за чего над ним насмехаются другие ребята. Мару Татуцуми – избалованный мальчик, который не терпит проигрышей. А счеты семейки, видимо, нравятся бобры. Дети семьи Титя очень сдержанные, практически идеальные по меркам взрослых. Эдди – самый лучший ученик в школе, а Карен прекрасно играет на пианино. Но вот только они тоже на самом деле странные. Эдди явно что-то скрывает. Иногда представляет, что он психиатр, как его отец. Карен же играет с какими-то стрёмными куклами, напоминающими жителей города. Если с Сюнпеем и Мару Татуцим братьям было легко сблизиться, то с Эдди всё сложнее. Он в специальном классе 1-1 для одарённых, а ещё выступал на церемонии открытия. А близнецы – в 1,5 для самых тупых. Они завалили математику, потому что ненавидят вычитания. Последний персонаж, которого стоит упомянуть – это Митчан. Экономка в большей части домов деревни Орегон. Она большая сплетница, хотя если напрямую попросить её что-то рассказать, то она ответит, что не может распространять конфиденциальную информацию. Зато если есть возможность раскопать чужие тайны, то она в деле. На фоне всех остальных персонажей братья не менее странные. Из-за того, как они росли, им недостаётся социальных навыков. Поэтому попытка завести больше друзей в школе провалилась. Иногда они выполняют совершенно немыслимые трюки, когда меняются местами, хотя можно было сделать всё проще. Но и их преувеличенные реакции – это просто нечто. И как только никто не заметил, что это два разных человека. Дали более рациональный, разрабатывает все их планы. Микки же более мягкий и эмоциональный. Он умеет пародировать других людей, поэтому часто выступает исполнителем. Также Микки быстрее осваивается в семье Сонояма. Но это ладно, чтобы понять разность характеров, нужно быть знакомыми с этими людьми. Одежду они носят одинаковую, а прически-то разные. У них чёлки на разные стороны. Так, а в аниме был момент, где их подстригают? Небольшой спойлер. Приёмные родители, конечно же, заметили такую разницу характеров у ребёнка. Но решили подождать, пока близнецы сами признаются. Вообще, в приюте братья явно числились как два человека. И воспитатели должны были предупредить об этом пожилую пару. Откуда взялся мальчик Хитори, чьи документы подделали братья? И как в приюте не заметили, что стало меньше детей на двух, когда они отправили в дом Сонояма одного? Напомню, второй приехал в коробке. А потом ты видишь странные методы перевоспитания детей в семье Тидзо и думаешь, а может не нужно задавать лишних вопросов? Эта семейка жуткая на все сто, но и других тревожащих моментов здесь достаточно. Поэтому вопрос, какого хрена здесь происходит, будет с вами на протяжении всего аниме. Но в этом и веселье. Кроме этого, здесь есть и отличная драма, которая не связана со смертью матери. А именно, конфликт между братьями. Как я уже сказала, по характеру они очень разные. Дали придумывает план, так как он более рассудительный, а Миги его исполняет, ведь он очень артистичный. Но Дали настолько сосредоточился на месте, что стал игнорировать чувства Миги, чем ранил его. Из-за конфликта братья оказываются в опасности. И в какой-то момент им приходится положиться на тех жителей, с которыми им все же удалось завести хорошее отношение. Графон, на удивление, неплох. А учитывая, что я ждала худшего, когда увидела, что над анимой работает студия Geek Toys, то вообще прекрасный графон. Просто, чтобы мы были с вами на одной волне, эта студия причастна к этому шедевру анимации. Что меня всегда смущало в этом тайтле, еще с манги, многие персонажи-дети выглядят старше своего возраста. Мальчикам всем вроде 13 лет, и если в случае Маруты я этому возрасту верю, то остальным минимум 16 лет внешне. Если же говорить именно об аниме, то напрягают постоянно дергающиеся глаза, как будто бы у персонажей есть какие-то проблемы со зрением. Я помню, было какое-то другое аниме с похожим визуальным решением, и там это тоже смотрелось не очень. Но нужно отметить, что мне нравится разнообразие лиц здесь. Несмотря на всю абсурдность, это очень захватывающая история. Здесь есть убийства, измены, разные семейные секреты, а с другой стороны, дружба и умение доверять. В этом аниме очень много неожиданных поворотов, а те, что ожидаешь, раскрываются с интересных сторон. В общем, что манга, что аниме, мне нравятся. И вот такие мои мысли по поводу этого аниме. И как всегда, всем спасибо за просмотр, увидимся в моем следующем видео. Пока-пока!